добрый день дорогие друзья мы продолжаем нашу программу из цикла антология тайн сегодня вторая передача посвященная планете не беру с нами майкл мелехов руководитель и организатор центра сангейтс где мы находимся с вами здравствуйте добрый день добрый день владимир добрый день дорогие друзья но перед тем как мы перейдем планете не беру я бы хотел несколько слов сказать о важности цифр дело в том что в одной из наших недавних программ майкл высказал серьезное предостережение о том что ну не стоит летать между рождеством католическим и новым годом что есть некий риск вот перемещение по воздуху и к сожалению мы теперь должны констатировать сегодня что это предсказание сбылось все мы знаем о трагедии произошедшие катастрофе произошедшие самолетом ту-154 с российским самолетами как раз вот полет происходил в это время поэтому я вам всем очень советую прислушиваться к тому что мы здесь говорим это не пустые слова это все имеет серьезную подоплеку и пожалуйста уделяйте этому такое же серьезное внимание но если у майкла будут какие-то новые предсказания на этот счет я думаю он с нами поделится в отношении сегодняшнего дня и ближайшего будущего ну теперь по поводу второй части мы говорили о планете не беру я напомню о чем шла речь в первой части нашей программы мы говорили о том что существует планета по древней шумерским текстом и по некоторым другим древним источником которая обращается солнечной системе с периодом обращения 3600 лет и когда она приближается к земле происходят некие глобальные события одним из таких глобальных событий был потоп причем этих потопов было несколько это циклическая ситуация один из этих потопов описан библия это известная история связанная с ноем с тем что были спасены животные каждой твари по паре был спасен со мной его семья когда ему бог сказал построить ковчег и вот как раз это было связано с планетой не беру отчасти с ее жителями это так называемый анунаки которые вот по версии древних шумеров и по некоторым другим текстом живя на этой планете очень заинтересованы в том чтобы добывать золото земли потому что золото жизненно важно это элементы для планеты не беру и когда планета приближается к нам то они получают желанное золото затем планета отдаляется золото используется для их нужд причем нам в особом химическом виде ну и затем происходит ожидание следующего цикла последний из этих циклов как я уже сказал был 1300 лет назад тогда произошли эти события ну и в каком-то обозримом ближайшем будущем нам очевидно стоит ожидать нового приближения этой планеты хотя по утверждениям конспирологов контакты с анунаками не прерываются даже когда планета отдаляется от солнечной системы и правительство земли опять таки по утверждениям конспирологов постоянно находится в контакте с жителями не беру постоянно к ним перетекает золото в обмен на это военные получают некие скрытные от всех других технологий которые используются в повседневной жизни и для разработок технологических и таким образом на самом деле происходит полноценный контакт с тем кого называют пришельцами то есть как бы вот это самое золото сейчас в каком-то уже другом виде в обмен на военные и прочие другие передовые технологии ну кроме того мы говорили о том что именно анунаки создали первых людей это произошло в африке если отслеживать генетическую линию от нынешних людей до первых людей там скажем появились некие рабы которые и были первыми людьми которые добывали золото для анунаков почему анунаки потому что у них был правитель ану а все его так сказать последователи жители планеты вот по этому имени ану назывались анунаками ну и вот возникает вопрос как вообще с этим быть как с этим жить дальше вообще по утверждениям современных ну скажем уфологов это такая наука которую некоторые считают лженаука некоторые считают наука серьезная наука неопознанных летающих объектов и об их встречах инопланетян с жителями земли эти контакты с пришельцами происходят постоянно есть масса информации масса и видеоматериалов и фотоматериалов которые оспариваются аутентичность которых доказать подтвердить очень сложно хотя масса совершенно различная об этом информации существует так вот этот контакт как будто бы происходит и сейчас и по этим утверждениям даже в проявительство земли но существуют функционируют представители внеземных цивилизаций которые так или иначе влияют на то что происходит на земле сейчас на все события происходящие сейчас они находятся в тени они являются частью по этим утверждениям так называемого теневого проявительства это конспирологическая теория то есть проявительство которое на самом деле управляет землей за спинами всем известных нам людей ну и соответственно они влияют на все эти события я говорю и в том числе об анонахах на все те события серьезные которые происходят на политической арене и в других сферах жизни земли и тут нельзя обойти стороной американские выборы когда победил президент трамп или тут как бы тоже по сведениям конспирологов не обошлось без вмешательства вот этих вот внеземных цивилизаций которые приложили сюда руку и это был единственный такой выход из ситуации связанной с америкой потому что противоположном случае возможно все было бы намного хуже так мы получили ситуацию которая более менее позитивно и возможно так сказать вот благодаря этому выбору у америке есть какая-то перспектива какое-то будущее но мы посмотрим тем более что вот этот вот год наступающий год тысячи тысячи две тысячи я прошу 17 не зря я оговорился он случился через сто лет после года 1917 и сейчас можно ожидать достаточно серьезных потрясений потому что эти циклы в истории не бывают случайными непонятно будет это революции или это будут какие-то военные противостояния в самом случае мы уже не раз об этом говорили таким серьезным рубежом может стать весна будущего года ну и в частности март я знаю что вот майкл у вас есть тоже какая-то информация связанная с мартом будущего года вы об этом упоминали с весной будущего года ну вопрос как же к этому всему вот имеет отношение планеты не беру дело в том что как выясняется и снова таки это одна из версий которую можно принимать а можно не принимать даже не находясь вблизи к солнечной системе мне не находясь вблизи к земле эта планета постоянно оказывает некое влияние энергетическое на все те события которые происходят на земле она как бы отвечает от все что происходит на планете ну а теперь мы хотим поговорить о нумерологии о цифрах которые имеют значение к текущему моменту к тому что может происходить в ближайшее время и к очередным так сказать прогнозами тут я передаю слово майклу мелехов да еще раз спасибо дорогие друзья ну цифр действительно очень много и действительно к сожалению нельзя их игнорировать я только хочу небольшое уточнение но во первых это не был прогнозом то о чем я говорил по поводу скажем крисмас или раздельство католическое там летать существовала опасность об этом говорили астрологи соединение планет давала такую скажем ситуацию могу создать привести к такой ситуации когда опасности и конкретно воздухе об этом говорили и астрологи с которым мы ведем программу на нашем канале сан-гейтс радио об этом говорили и другие астрологи ну и как бы не рекомендуется и не рекомендовалось именно в это время скажем так находиться в воздухе летать короче говоря но вот к сожалению произошла да произошла эта трагедия ну опять же это не предсказание это прогнозы у нас было в общем то в истории цивилизации были действительно предсказатели надо сказать о том что существует определенные значит цифры или это называется уровень сознания и вот уровень сознания он находится в определенных градациях нострадамус относился к тем людям которые рождаются один на огромное количество людей рожденных на планете тысяч и уровень его сознания был или level of consciousness его был более 700 вот с этого с этой градации от 700 и выше начинается уровень то что называется предсказателей ну существует как мы знаем у нас экстрасенсы люди экстрасенсы у нас существует называют и клэр воин сайтик эти люди могут предсказывать и их предсказания но можно называть это прогнозы относятся ну примерно где-то может быть от месяцев до лет но некоторые десятки лет если речь идет о нострадамусе то там были не десятки лет и даже не сотни лет там были тысячи лет и последние в катренах даты относятся к ну порядка там несколько тысяч лет уже то есть тысячелетий в котором мы живем мы живем уже в 2000 это уже как бы третье тысячелетие получается ну и относится его предсказание к 3000 там какому-то году три с половиной тысячи лет опять же 3600 это диаметра это четыре раз по 9 36 это очень серьезные цифры и к ним их нельзя игнорировать короче говоря так вот нострадамус предполагал кстати и предсказывал о том что появится такая планета и если мы проследим его предсказания скажем посмотрим даже в интернете то мы можем увидеть они отличались достаточно большой точностью глобальные имеется ввиду предсказания не индивидуальные и вот если мы говорим о планете не бюро то речь идет о возвращении этой планеты с 2000 значит 25 до 2032 года 2025 2032 год вот примерно в это время планета опять выходит из тени причем интересно что она находится она невидимая эта планета но она иногда так сказать выскакивает причем ну как бы считается что она находится за сатурном и иногда она выскакивается она видна невооруженным глазом даже так так вот и не то что когда она появляется и что там происходит и опять же гипотезы которые озвучивал владимир и то что написано там во многих других источников и наки и так далее это гипотеза естественно никто толком и не знает правда это или неправда так написал описывается да но есть очень некоторые интересные совпадения еще раз позирующие на цифрах то есть каждая цифра каждое число но несет свою вибрацию поэтому все мы живем в мире энергии это мир вибрации и даже если немного отвлечься то человек который рожден определенного числа дата рождения его соответственным образом он вибрирует и вибрирует и вибрирует в отношении к другому человеку таким образом очень достаточно несложно определить совпадают ли вибрации всего там партнером жизненным партнером противоположного пола или просто партнером по бизнесу или просто другу и так далее но вот если говорить конкретно уже все-таки о планете не беру то ее называют планетой номер 9 видите опять девятка здесь существует мы говорили об этом в отношении самого настрадамса он прожил 7 на 9 63 года вот опять же та же самая девятка 7 лет это священное число и библии священное число это наши скажем чакры каждая чакра каждые 7 лет открывается ну и вот эту планету называют планета номер 9 или планета x икс вот интересно что 99 процентов всей информации касательно это планету планеты в интернете не имеет ничего общего с действительностью то что происходит и что она из себя представляет то есть огромное количество гипотез имеющие под собой это почву знание или нет мы этого не знаем это просто гипотезы но вот был такой человек есть его значит зовут это профессор джеймс маккенни он написал книгу и эта книга о планете не беру очень интересно но чем дальше мы живем тем меньше интерес проявляется к этой книге то есть о чем вообще идет речь и вот это соответствует скажем конспирологической тем теории заговора как есть такие теории то есть когда мы слышим и об этом говорят 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 везде говорят ничего толком не будет вы смотрите 2012 голод там конец света вот чем больше об этом говорили тем меньше можно было бы считать опять же что действительно такое сбудется происходит точно о чем никогда никто не говорит причем я скажем в определенном специфическом каком-то направлении я это так сказать сам исследовал более того я нахожусь в этом направлении уже достаточно долго я знаю как это все происходит то есть чем больше говорят о чем то повторяю тем меньше вероятность что это произойдет вот чем меньше говорят их больше вероятность это произойдет уже все забыли о том что происходит и происходило после предсказания ну скажем бабы-ванки я называют банканской балканским Нострадамусом, но она говорила, что, и называла дату, более того, она называла дату. Один раз произойдет изменение, глобальное изменение в масштабе всей Земли, и это изменение касается климатических изменений. То есть уже ни для кого не секрет о том, что на Северном полюсе уже идут дожди, и травка зеленеет. Можно себе представить, уровень неуклонно поднимается, значит, льды неуклонно, там сумасшедшее количество этих ледников, и они тают. Можно себе представить, что будет, если произойдет где-нибудь какое-то еще дополнительное серьезное событие. Если мы говорим о планете Нибиро, это и есть то событие, которое может произойти. То есть не обязательно, что планета, скажем, или астероид падает на нашу Землю, и что-то там происходит. К примеру, тоже есть, мы знаем о Тунгусском метеорите, знаменитом, и об этом мы как-то поговорим как-нибудь еще. В другой программе специально, тут очень много всяких версий. Ну, одна из них о том, что вот там был действительно метеорит. Так вот, если планета Нибиро приблизится на определенное расстояние, причем достаточно большое по космическим меркам, она небольшое, точнее, по космическим меркам, но достаточно большое для нас, то произойдет очень серьезное изменение. Ну, и вот Владимир, опять же, отмечал, это был всемирный потоп, который произошел. Это место действительно имело, скажем, это действительно было так. Вот, ну, а мы знаем, что циклы, они повторяются. Цикл один начинает, цикл заканчивается. Так вот, считается, что примерно 7 лет до и 7 лет, и пару лет, и 2 года после, так считается, будет влиять на нас приближение этой планеты. Итак, по Нострадамусу и по Ванге называются такие года с 1925 по 1932 год. С 1925 по 1932 год. То есть, в течение этого времени она будет находиться, эта планета предполагается, еще раз повторяю, в достаточно близком, на близком расстоянии от планеты Земля. Ну, а поскольку 7 лет до того, мы приходим к 2017 году, опять к тому же самому знаменитому 2017 году, о котором идет речь, причем интересно о том, что даже называют и месяца. Вот, я общаюсь, так сказать, с разными людьми, которые находятся и на территории нашей Соединенных Штатов, и которые находятся на территории других стран и континентов. Ну, вот почему-то, почему-то, вот этот месяц называют достаточно таким серьезным. Не имеется, конечно, в виду что-то глобального о том, что произойдет какое-то разрушение, ну, вот я знаю, скажем, я тоже консультируюсь, естественно. Так вот, лично мне было рекомендовано как-то так закопаться и не проявлять достаточной активности. Вот, февраль-март месяц, вот такое вот, значит, было такое, для меня были такие рекомендации. Это не значит, что что-то такое там произойдет, но если мы будем проявлять какую-то очень серьезную активность, это не нравится, вот там, будем говорить, сверху. А надо жить тихо, спокойно, но пользоваться, конечно, рекомендациями, которые нам дают, ну, как такие люди серьезные, ну, и также астрологи, которые в этом тоже достаточно хорошо разбираются, тем более, речь идет о достаточно близких сроках нашей жизни. То есть, речь идет о годах, может быть, даже месяцах. Ну, что еще можно сказать? То, что, значит, Баба Ванга называла примерно это же время, и если кому-то захочется ознакомиться с материалом на английском языке, правда, вот этого профессора, то там достаточно много всего, достаточно много интересной информации, очень интересной информации. Речь идет о том, что, в общем-то, статистика, она ведется. Она, возможно, неизвестна в интернете, поскольку эта статистика не такая уж позитивная, но она ведь существует. Закрывать глаза и прятать с головы в песок – нет смысла, она существует. Речь идет, и, кстати, был фильм Эдгара Кейси, не Эдгара Кейси, а о нем был фильм, где рассказывалось о предсказаниях Эдгара Кейси и о том, что сейчас происходит. Отмечались несколько дат, и мы в одной из программ говорили о том, что существует очень интересное такое соответствие между некоторыми фильмами. Речь идет о фильме «Матрица», о фильме «Луси», и вот недавно вышел на экраны в этом году фильм «Пятая волна». Кто не смотрел, можете посмотреть, он есть, переведен даже на русский язык. И вот речь идет о том, что, скажем, если говорить о «Луси», то если мы добавим туда «Ф» и «Ар», получается «Луси Фер». И была такая действительно дата, 8-24 августа 2015 года, и это введение войск. Был еще один, еще одна дата, которая была предсказана, это Фукусима, которая не нанесла такого, как бы не стало так широко известно, как Чернобыльская катастрофа, но, тем не менее, считается, что это самая большая, самая серьезная катастрофа. Но об этом почему-то не так много говорилось, как говорилось о Чернобыле. Таким образом, время, естественно, покажет, но то, что мы сейчас входим в очень серьезный промежуток времени, в очень серьезный промежуток времени, и мы говорим о 2017-м годе, очень и очень много совпадений, то надо быть готовым к многим вещам. Ну, а если мы говорим о том, что до Нового года осталось всего лишь 3 дня, то нам хотелось бы поздравить вас, дорогие друзья, с наступающим Новым годом. Ну, и вообще-то говоря, мы с вами в очень хорошем положении по сравнению с всеми людьми, которые не имеют уже этого возможности праздновать Новый год. Понимаете? Поэтому давайте мы будем праздновать Новый год, этот и следующий, и последующие даты. Столько, сколько нам положено, столько мы их будем праздновать. И это хорошо. Но, опять же, есть поговорка, кто предупрежден, тот вооружен. Как и что делать, как действовать, ну, я полагаю, так мы будем об этом говорить. И мне кажется, главное, что мы позитивно к этим вещам относимся, потому что изменения, они всегда позитивные. Любые изменения, они ведь там предусмотрены. И конспиративные всякие теории, которые существуют, и правительство земли непонятно, есть разные на эту тему версии, какого правительство земли, и кто там стоит во главе, вообще-то говоря, всех. Потому что президенты, они приходят и уходят, так сказать. Истинные силы остаются. Да, они остаются. Поэтому, как там, чего там был выбран президент, и посмотрим, как произойдет, что будет во время инаугурации. Но вот существует еще раз одно достаточно близкий прогноз. И речь идет о конце этого года, то есть порядка, ну, 29, 30, 31 числа, о том, что возможно активизация каких-то террористических группировок. Это не будет глобальных, повторяю, масштабах земли, но где-то локальные это будут, потому что сейчас происходят какие-то очень действительно серьезные акты насилия. Ну вот, на этом, наверное, мы можем закончить, закончить эту нашу программу, да? Да. Спасибо за подробный прогноз. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. Пожалуйста, задавайте нам вопросы, если они у вас есть, мы с удовольствием ответим. И до следующих встреч. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»